Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала! Сейчас лето и как обычно лето у меня начинается на пятках кожа трескаться. Вот против этой напасти я использую очень простой и проверенный рецепт. Хлопчатый бумажный носочек смачиваю в своей собственной урине, одеваю его на ногу, сверху целлофановый пакетик, сверху еще обычный носочек и примерно часика 2-3 похожу в них. Можно с ними и спать. Процедура прекрасно действует, ранозаживляющая, смягчающая на кожу, но в любом случае после процедуры желательно орговевшую кожу, после того как вы сняли компресс, почистить, чтоб ее лишней не было, потому что она отрастает, сохнет и как раз лопается. И желательно после этого конечно еще и смазать каким-нибудь кремом жирненьким. Можно опять-таки смазать кремом пятку, надеть целлофановый пакетик, сверху носочек и еще примерно часок можно там походить, полежать, что угодно сделать. Быстро приводят ноги в порядок, но заодно я решил глянуть, а что там в интернете предлагается. И в интернете я нашел, и кстати огромное количество просмотров некоторые ролики набрали, для решения этой проблемы. Ну я посмотрел, как правило, эти все ролики оказались, вроде так пишут, что это довольно таки просто и так далее, но тем не менее там верхний ролик, здесь надо использовать несколько компонентов. Это и мыло надо использовать, туда добавлять. Во втором компоненте надо использовать глицерин, то есть сложные рецепты. Вот третий компонент, женщина как раз показывает. Надо использовать там витамин Е, опять-таки внизу глицерин, следующие выдавливают зубную пасту, которую смешивают опять-таки с каким-то улажняющим веществом. Последний, глицерин по-моему, последний это используют уксусную эссенцию для того, чтобы растворить яйцо, кожуру яйца и потом уже из этого делать мазь. Опять-таки туда добавляется там масло, желательно масло там, говорят там кунжутно добавить и прочее, прочее, прочее. Я не сомневаюсь, что эти рецепты работают, но будем говорить, вот вы столкнулись с этим на даче. Как правило, ноги у нас, почему они так быстро сохнут? Потому что летом мы ходим в основном босиком и контакт с почвой очень быстро способствует обезвоживанию кожи на стопах ног и уменьшению ее вот этого вот защитного такого жирового слоя. И в результате кожа теряет свою естественную эластичность, высыхает и начинает трескаться и вот, естественно, вот такие проблемы. Я думаю, что рецепт, который я предложил, самый наиболее простой, самый наиболее физиологичный, потому что младенец, будучи в утробе у матери, плавает в своем собственном водоеме, который состоит в основном из своей собственной мочи. Моча – наилучшее средство для кожи, для ее смягчения, для нормализации PH, для того, чтобы ликвидировать разную болезнетворную микрофлору. И, естественно, там содержатся вещества и соли, которые прекрасно подпитывают и восстанавливают кожу. Поэтому воспользуйтесь вот этим средством, когда вот всех вот этих вот ингредиентов вы нигде не доставите или просто-напросто будете от них вдали. Здорово, здорова, Ачара Годзина, с праздником богатырь из Столи Мамы, привет! Ой, здорово!